Старшая по дому Мария Пшеничникова рассказала, как только работники начали забивать сваи, по дому пошли трещины. Кроме того, у жильцов накопилось еще несколько претензий к строительной компании. Они сейчас делают здесь канаву, сделали это к нашей территории. Это уже не их территория, а наша. Вы посмотрите, что там кобеля прокладывают, раскопали, а кто будет закапывать? Неизвестно. Две недели вколачивали сваи. И у нас две недели дрожал потолок, пол, стены, мебель. У всех стенки в квартирах, у всех посуда хорошая. Больше всего жильцы недоумевают, как можно было поставить общественный туалет на детской площадке. У нас бабушка с нашего дома выбивала эту площадку для детей много лет. Нам поставили ее в 2009 году. Сейчас строители поставили на ней, получается, на этой площадке, на детской, туалет. Проблем хватает и внутри двухэтажного дома. Потолок на верхнем этаже подпирает деревянная балка. По словам жильцов, ремонта не было уже более 20 лет. В администрации города Кургана рассказали, специалисты по обращению жильцов выезжали на место и обследовали дом. По итогу проверки сделали вывод, никаких новых повреждений не обнаружено. Все изъяны существовали еще до начала строительства дома по соседству. Первое, что мы сделали, это письменно упредили управляющую компанию о необходимости наблюдения за динамикой развития этого дома. Второе, письменно потребовали с руководителя, застройщика, чтобы они выполнили ряд мероприятий по наблюдению за этим домом в рамках проектно-сметной документации. То есть мы потребовали, чтобы он привел в соответствие, то есть убрал туалет там, где он предусмотрен проектом организации строительства. Кроме того, директор департамента ЖКХ Андрей Жижин пообещал периодически проверять состояние дома номер 31. Вопрос о признании здания аварийным еще не решен, но над этим ведется работа. То есть специалисты в части признания аварийности, неаварийности, то, что было в обращении, они проработают. И жителям, которые обращение написали, мы дадим более полный, развернутый ответ после того, как детально проработаем по документам. То есть поднимем все архивные данные, все акты обследования, если таковые ранее были. Елена Швецова, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.